Друзья, приветствую! Сегодня мы с вами поговорим о ситуации, с которой сталкиваются многие начинающие гитаристы и она заключается в следующем. Как сделать музыку не монотонной и однообразной, а интересной, динамичной и живой? Я понимаю, что многие моменты, о которых мы сейчас с вами будем говорить, для опытных музыкантов вполне очевидны, но если вы хотите разнообразить вашу игру на гитаре или, как мы выше отметили, оживить музыку, то, думаю, что, может быть, стоит к некоторым нюансам прислушаться. Я сейчас наиграю отрывок из песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Вначале постараюсь сыграть так, как обычно играют начинающие гитаристы, которые ориентируются по табам, и потом поиграю так, как можно сыграть ее, чтобы музыка немножечко воспринималась интереснее. Итак, такой, так скажем, ученический вариант. Игорь Корнелюка «Город» Вот так вот приблизительно, плюс-минус звучит этот отрывок, этот фрагмент из мелодии «Город, которого нет», начинающего ученика или начинающего гитариста. Теперь как можно эту мелодию немножечко разнообразить? Я сейчас поиграю, а потом расскажу о некоторых нюансах, которые я использую, и поэтому у некоторых учеников возникает вопрос, почему я играю, у меня звучит так, ту же самую мелодию, а вы играете, звучит немножко по-другому. И Храдским сейчас я вот об этом расскажу. Игорь Корнелюка «Город» Ну вот что-то в этом роде. Начну говорить о некоторых нюансах вот с первого очевидного момента, прямо по очереди то, что мне сейчас будет в голову приходить. Ну, во-первых, если мы играем музыку прям ровненько, как она написана в нотах, то это схоже с тем, как будто бы компьютер воспроизводит музыку. Все длительности ровненько вот так вот. Будет не совсем интересно звучать. А если мы добавляем легкую аритмичность, скажем так, в музыку, то есть какую-то ноточку быстрее играем, какую-то немножечко составание, вот просто по-человечески, мы же не идеально исполняем. Сразу, простите, музыка начинает восприниматься более живо, что ли. Вот смотрите, одно дело так сыграть, как только что я наиграл. Вот ровно все, по четвертям. Или... Дело в том, что я добавляю легкие синкопы. Не одновременно вот так щипаю ноты. А вот... Видите, вот вначале играю мелодию, первую струну. А потом только бас. Не одновременно мелодию с басом, а... Опять, не сразу вот эти две ноты, а вначале мелодию. А потом бас. И здесь тоже. Не сразу вот так. А... Чуть-чуть как будто бы бас с опозданием, или наоборот, можно сказать, мелодия немножечко с опережением. Ну, то, что синкопа называется. Вот этот первый момент, на который можно обратить внимание. Значит, второй момент. Вот можно сыграть. А можно... Видите, легкая такая, как бы, лига. Ну, это у нас мелизм, форшлаг такой. Мы щипаем открытую струну, и потом только первым пальцем дожимаем ноту до. Можно сыграть... Сразу. А можно... Видите, уже воспринимается интереснее. Значит, получается, что у нас... Немножечко можно с опережением мелодию играть, синкопы добавлять. Потом можно добавлять вот эти вот мелизмы. Следующий момент. У нас здесь присутствует с вами аккорд. Вот этот вот аккорд. Можно сыграть его сразу, прям как по нотам. Вот так. А можно... Сыграть арпеджиату. И уже когда мы играем не сразу, все ноты одновременно, все струны щипаем, а последовательно у нас уже мелодия будет более объемно восприниматься на слух. Вот этот момент можно добавить. Это какой у нас уже получился? Ну, вы считаете, наверное, третий нюанс. Потом еще. Когда мы прыгаем с нижних нот в плане диапазона к верхним нотам, можно не просто сыграть голо открытую прям струну, и прям сразу же пятый лад, вот как у нас здесь. Вот так. А можно с легким таким подъездом, называется глиссанта, или слайд. Вот опять у нас здесь можно, видите, добавить такой мелизм. Ну, с ними тоже, если перегрузить, некрасиво будет, поэтому иногда можно добавлять, но не слишком часто. Вот здесь можно. Потом. Вот здесь, например, можно. Вот здесь синкопа, опережение. Вот этот вот момент нужно учесть. Следующий нюанс, нужно разграничивать мелодию и аккомпанемент. То есть, если мы будем играть все ноты... Вот. На одинаковой громкости будет не так эффектно звучать, как если мы... А потом... Мягко-мягко сыграем ноты, которые не относятся к мелодии. И вот здесь. Вот они. Не так будем играть? А помягче аккомпанемент, будет интереснее восприниматься композиция. Этот нюанс можно отметить. И еще. В плане диапазона в музыке есть тенденция, чем выше ноты в плане диапазона, тем ярче можно их играть, как бы приближаться к кульминации композиции. Вот смотрите. Чем выше ноты, тем громче. И тем ниже они в плане диапазона, тем тише. Опять нарастающие. Тихонечко. И здесь вообще у нас будут самые громкие. И в тишину. И еще один момент. Когда мы уходим к завершению фразы, можно играть не в одинаковом темпе все, а немножечко замедлением. Чтобы дать понять, что композиция у нас закончилась. И вот здесь вот этот фрагмент, то, что я сейчас наиграю, эти такты, я помимо того, что замедлял мелодию, я еще немножечко атаку пальцев снижал, чтобы к концу мелодия не только замедлялась, но и затихала. Это тоже будет интересно восприниматься на слух. Вот такие вот несколько рекомендаций. Я думаю, что если вы их будете внедрять во время исполнения композиции, уже она будет звучать интереснее. Еще раз коротко, бегло пробежимся. Я сам сейчас вспомню, что у нас можно использовать, ну, например, синкопу. Когда мы чуть-чуть с опережением играем мелодию и чуть-чуть отстаем с басом. Потом добавляем мелизмы. Не просто... Следующий момент – это арпеджиадо вместо аккорда. Потом добавляем глиссандо. Чуть-чуть тише играем аккомпанемент. Чем выше ноты, тем громче. И замедляем к концу фразы. И также... Чем ниже ноты, тем затихаем. Ну, вот такие вот несколько рекомендаций. Внедряйте, пользуйтесь. Если эти советы показались вам полезными, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А мы увидимся с вами уже буквально завтра. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok